Она с самого рождения была особенной. Никогда не сидела на месте, всегда находилась в движении. Она была такой творческой, еще совсем маленькой, научилась шить. Она шила одежку для кукол, придумывала узоры, даже хотела стать модельером. Правда, спустя пару дней уже мечтала стать кондитером. Она и пекла прекрасно. Все время пробовала себя в чем-то новом. Очень любознательный человек. Мы собирались поехать в Мэн, может быть, в Диснейленд. Дочь все время об этом говорила. Она как раз начала учебу в старших классах. Столько нового. Такие были планы на 2020-й, но все вышло иначе. Я проснулась 20 февраля и пошла будить дочь в школу. 7.45, как и каждое утро. Я постучала в дверь. Она не ответила. Я постучала еще два раза, потом зашла в комнату и увидела ее безжизненное тело. В этот момент моя жизнь изменилась навсегда. Не знаю, мне кажется, я весь первый месяц не осознавала, что произошло. Я все еще ждала, что она вернется. Мне нужно было думать и о другом, о маме и о сыне. А потом, как только мы похоронили Хелен, весь город начал говорить о пандемии. Я была у тети в доме престарелых. Заехала спросить, не привезти ли ей чего из продуктов и заметила, что многие в доме престарелых напуганы и что у них нет масок. Когда-то моя тетя научила Хелен шить. Я поехала домой, посмотрела обучающие видео на YouTube и научилась шить маски. Я была готова заняться чем угодно, лишь бы быть занятой, не думать о том, что произошло в моей жизни. Когда я начала шить маски, я заметила, что в магазине не хватает ткани и ниток. Люди скупали все. Я отвезла маски в дом престарелых штук 12 и поняла, что им нужно еще. Они звонили, спрашивали, не могу ли я шить еще. Так все и началось. 5 тысяч масок спустя, моя скорбь все еще со мной. Но маски отвлекают. Я живу одним днем. Шью маски и постоянно думаю о дочке. Если бы она была жива, она тоже делала бы маски со мной, я точно знаю. Она всегда хотела всем помочь. Один раз по дороге в магазин я увидела очередь у Центра раздачи питания для малоимущих. Я увидела, какая это была длинная очередь. Люди, которые потеряли работу. Люди, у которых нет денег даже на еду. Я приехала домой с твердым решением превратить в маски в компанию по сбору средств на благотворительность. Идея помочь Центру раздачи продуктов имела успех. Мы уже собрали почти 20 тысяч долларов. Мы делаем маски, выставляем их у меня в гараже. Люди приходят и покупают. У нас самообслуживание. Они просто кладут в коробку деньги или чеки для Центра раздачи питания. Они узнают о нас друг от друга. Потом о нас написали в газете. И люди приходят, покупают маски. Сын помогает мне. Он сейчас весь день занимается. У него комната университетского общежития в подвале. Университет-то закрыли. Я зову его наверх помочь с нитками или еще с чем-то. Он очень помогает мне. Когда пандемия закончится, почти полумиллиона человек с нами уже не будет. К тому времени почти каждый из нас в США потеряет кого-то или будет знать кого-то, кто пострадал. Я понесла утрату в самом начале года. Сейчас я разделяю боль четверти миллиона людей. Нам надо себя занимать, делать что-нибудь хорошее. Это лучший способ справиться с болью. Боль сама по себе никуда не уходит. Но становится легче.